В эфире ЗАП ТВ 24, программа «Время Че». Судья Артём Кондратьев. Здравствуйте. В Атамановке неизвестный убил местную жительницу и напал еще на одну женщину, которая сейчас находится в больнице. Согласно сообщениям в социальных сетях, убийца использовал в качестве оружия молоток и топор. Однако следственный комитет края пока не подтверждает эту информацию. Также пока официально не подтверждено, что оба преступления совершены одним и тем же человеком. Поиски убийцы продолжаются. Другим темам. Житель Домны пытался продать дикую рысь, сообщает прислужба ОМВД. Животное пришло к нему на участок из леса. Поймав его, мужчина не сообщил об этом в специальной службе, а оставил его у себя. Около двух месяцев рысь прожила в гараже домнинца. Впоследствии он хотел продать дикую кошку за 350 тысяч рублей. Однако сделать это помешали полицейские. В отношении правонарушителя госоходслужба составила административный протокол по статье «Нарушение правил, регламентирующих пользование объектами животного мира». Дальнейшую судьбу рыси определит суд. За прошедшие сутки на территории края полицейские пресекли несколько фактов незаконного оборота наркотиков в разных районах. Три килограмма конопли хранили жители сел Этытей и отца Красночекойского района. Канабис также изъят в Оловянинском и Акшинском районах. Сырье направлено на исследование. Кроме того, полицейскими в Чите и Петро-Забайкальском районах пресечен сбыт наркотиков. Возбуждены уголовные дела. На лугу не пасутся ко. Полицейские задержали двух жителей Бурятии, которые подозреваются в кражах коров у фермеров из Петро-Забайкальского района. Пять коров мирно паслись на полях, но в стойло никто из них не пришел. Следы копытных вывели полицейских на двух мужчин, которые вскоре признались в преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А на сегодня это все новости. До свидания.